Ну и снова. Здравствуй, зритель! Последний на сегодня обзор. Это у нас какой-то заказочный пакет из Китая. Вообще, я что-то жду. Но я не очень уверена, что это из того, что там мне посылалось. Теперь еще три посылки осталось. Это посылка Жюм. Две посылки были по бонусам, баллам, и две вот до моей еще монетки кровные. Оно какое-то такое мяконькое. То ли оно мяконькое, потому что оно чем-то прослоено, то ли оно само по себе мяконькое. Вообще, там должны быть пузыречки с этой самой. Ну, просто пузыречки, типа для косметики самопальные эти, пластиковые. Они по баллам, я думаю, они еще не дошли. Потом какая-то такая расческа с мелком красящие волосы, вроде как синее, в смысле одноразовое, но однодневное, или как-то так. Цвет волос, скажем так, делающие. И несколько, две или три, или одна, я уж не помню. Мазь такая, это тигрочка похожая на звездочку кругленькая, и вот кто из них это, не знаю. Да, это что-то типа пенопласт. Ой, я и каю, кто-то меня вспомнил. По верованиям русских людей меня кто-то вспомнил. Я бы, если бы я случайно единичный чихнула, то по верованиям азиатов меня кто-то бы тоже вспомнил. люди на картинке оно выглядело ну, вот отсюда, допустим, ну, не знаю, вот сантиметров 30 где-то вот в длину. Ну, я уже поняла, что на китайском сайте джун лучше вообще ни черта не заказывать. Я тогда поддалась уговорам подружки. И, правда, она офигела, я тогда сколько-то там шесть, что ли, заказов или типа того делала. Ну, в общем, у меня все в общей сумме вышло на 444 рубля. Типа, я же меньше заказываю. Я не думала, что ты это все будешь заказывать. В общем, паридой отузеваю. Это последние вот идут посылки. Я уже пришла к выводу, что я там ничего заказывать не буду больше. Когда придут последние посылки, я отмечу, что доставлено и удалю нахрен это приложение. В общем, это у нас синий мелок, который должен расчесывать волосы и типа их окрашивать. И вот такая бумажка. Этой бумажки тут овер дофига. Ну, пригодится что-нибудь. Если вдруг буду куда-то что-то посылать, то можно обернуть. Вдруг буду куда-то посылать. Ну, и вот такой обычный пакетик. Мы это пока сюда положим. Сейчас на телефон зафоткаю в таком виде. А то мне еще что-то писать на этот самый джун. Чтобы люди знали, что за хрень придет. Теперь можно это высые крытии. Да, на губах у меня сейчас этот лак для губ от Ифраше из предыдущего заказа. Из предыдущего, точнее, обзора. Обзора. Из предыдущего обзора заказа, скажем так. И он напоминает по консистенции, по... Как вот вы его наносите на губы, никсовые помады кремовые. Очень много берется на кисточку, даже пытаешься, при этом вот совсем чуть-чуть думаешь, но там очень много берется. Наверное, будет так же, как с никсовыми помадами. Сначала очень-очень много берется долгое время, а потом совсем чуть-чуть и все равно берется. Никсовые помады мне на год с лишним, на полтора года где-то хватает. Ну, с учетом, что не постоянно, но периодически, вот если там месяца 3-4 подряд только ей пользуюсь, то вот на долгое время хватает. Сейчас посмотрим, как это выглядеть будет. в общем, тут кусочек такого типа мела вставлено. У меня было зеркало какое-нибудь взять. Оно, судя по картинке, должно красить именно вот в цвет вот этого вот мела. Но я что-то не вижу как-то, чтобы оно что-то окрашивало. купи-ка-то в мешке. Вообще, по-моему, никак. Никакого эффекта. Мало того, что маленькая. Вот эта фигня по картинке и по размерам должна была быть вот такого формата. В два раза больше, чем она есть. Сама вот эта фигня. Ну и ручка, соответственно, тоже в два раза больше. И она должна была быть и вот так-то в два раза больше. И по высоте, и по ширине. Китайцы, хрен ли. В чем она как-то прилично стоила? Ну, чисто вот даже для вот этих размеров. Я даже сейчас может скажу вам, сколько она стоила. Иди сюда, телефон. Иди сюда, дурацкий джум. Грузишь, животное? Иди сюда. Заказы. О чем, конечно, рынке? А нет. Оно стоило неприлично. Ну, 60 рублей оно стоило. Я решила, что... Причем оно как-то минимальная цена была, потому что там еще подобное стоило чуть подороже. 60 рублей. Вот такая фигнюшка. Без всяких блесток она, правда, на картинке. Но цвет такой же. И я подумала, что за 60 рублей вот такую расческу с мелком вставленным в самое то, оптимальный вариант. Но я не думала, что эта расческа будет вот такого формата. Короче, люди, если вы любите котов в мешке, джум для вас. А если вы, как я думаю, и вам посоветовали, и говорили, ой, там все такое крутое, все такое дешевое и качественное, то не верьте, это все обман. Скажем так. В общем, всем спасибо, кто осилился и обзор. Особенно спасибо, если вы после этого, допустим, что-то хотели на джуме заказать, даже установили все приложения на телефон, а потом удалили и решили, что ничего не будете заказывать. Вот вам тогда совсем спасибо, вы будете со мной солидарны. Тут вот что-то такое, ух ты, оказывается, тут крышечка, и отсюда можно достать мелок. Он на мелок вообще не похож. Он какой-то мягонький, он больше похож на пластилин. Я просто знаю, что вот такие, ей бывают такие, что как бы расческа с чем-то таким красящим. Не зря оно не красит. Оно только на пальцах чуть-чуть осталось. Короче, это у нас пластилиновый мелок. Ну ладно, буду рисовать, найду применение. Вот такие пластилиновые карандашики. Ну не знаю, как восковый карандашик, бывают такие. В общем, буду рисовать этим мелком, но не на волосах явно. Я разочарован, я почти расстроен. После шампуня с марингой, сделанного розлитого в Питере над мозгами, получить вот это вот. О, блин, дьявол, что ты со мной делаешь, а? Не, вообще, на самом деле, как бы это. Да, если что, вдруг, то дьявол это тот самый, у которого сатана женщина. Так что вот как-то печально, обыдно, досадно, ну да, черт с вами. Не будем больше ничего там заказывать, зато всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока!